Вопросы, которые у нас есть? 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 случаев, которые были на Косой горе, больше не допустить. Потому что это второй случай за 4 года, когда у нас такое количество детишек погибло. И, конечно, для нас это серьезная боль. Спасибо. Владимир Сергеевич, большое спасибо за ту работу, которую Вы ведете, за то, что обратили внимание на дальнейшее формирование совершенствования Института уполномоченного права ребенка. Потому что даже в самой национальной стратегии действий в интересах детей, которая утверждена указом президента, заложен вектор. Очень правильный, очень четкий и понятный. Проводим и различные образовательные мероприятия, учим, собираем конференции, съезды. Я надеюсь, что когда-то придет время и в Туле проведем съезд. Потому что у нас принято, что мы, в принципе, съезды проводим в регионах, только юбилейные в Москве проводим. Также я хотел бы отметить особо те усилия, которые прикладываются главой исполнительной власти Тульской области непосредственно и лично Владимиром Сергеевичем Груздевым. Это и поддержка самого Института уполномоченных, но это не может быть самоцелью. Тут главное выстроена правильная система. И система дает свои результаты. Мы вот смотрим за три года, что произошло. И по всем позициям видим, отказных детей в разы меньше стало. С другой стороны, значит, квартир, ну, если сравнивать с 2008-2009 годом, я сегодня сделал это, в Твиттере привел пример, то в 10 раз больше квартир. Даже в 20 раз, если по позиции 2008 года, когда всего 10 квартир в год дали. А сейчас дают 250 квартир в год выпускникам детских домов. Это существенная разница. Я не говорю о том, что это нагрузка достаточно серьезная. И это бремя прошлых годов. Мы за 30, за 40 лет квартиру сейчас отдаем. Еще при советской власти некоторые не получили. Это и ситуация с выявлением детей-сирот, оставшихся без печенья родителей. Каждый год, все последние три года, совершенно четко и железно, число устроенных в семье детей больше, чем число выявленных сирот за год. А это говорит о том, что, во-первых, ведется системная работа по поддержке. И ведется работа по реформированию учреждений. Потому что, когда они становятся полупустыми, только пять детских домов было закрыто и реформировано. А в общей сложности семь учреждений. Просто даже по отказным детям, на фоне того, что детей становится больше последние три года, рождают все больше и больше, рожают, правда? А на этом фоне число отказных детей меньше и меньше. Это показатель того, что ведется профилактическая, серьезная системная работа. Центры, которые появились, кризисный центр для женщин, и вы открыли центр перспективы. То, о чем мы только говорили год-два назад, о том, что надо создавать ресурсные методические центры, где все программы выстраиваются, все специалисты есть, круглосуточно есть и телефоны доверия, и горячие линии, и специалисты разного профиля. Все это создано. Все. Теперь, значит, следующее, я так понимаю, будет открыто отделение мать и дитя. Ну, не мать и дитя, а маленькая мама. Субтитры создавал DimaTorzok